Привет всем роскошным, суперлюксовым малышкам! В сегодняшнем видео мы с вами будем открывать адвент от магазина Херетс. И посмотрите, насколько он большой, насколько он тяжелый. Ну, здесь вам придется мне поверить на слово и по звуку определить, насколько он тяжеленный. Херетс это британский универмаг, который продает люксовые товары, ну в том числе косметику. И каждый год они выпускают шикарный адвент, полный просто неимоверно всяких люксовых средств. Давайте посмотрим, сколько он стоил. Он стоил 250 фунтов. В принципе, это стандартная цена как раз для британских люксовых адвент календарей. Примерно столько, плюс-минус, я уже точно не помню, стоил Cald Beauty, Space NK. И вот, да, люксовые календари обычно столько и стоят. По курсу это сейчас 31 492 рубля. И знаете, что самое интересное, что Херетс всегда обещают какое-то необыкновенное наполнение. В этом году они обещают 1600 фунтов внутри этого календарика. Ну, не знаю, поверим мы им или нет. Почему бы и нет? Надо поверить. Хотя знаете что? Давайте скорее проверим. И как всегда, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где много полезной и интересной информации. А еще мои видео выходят на разных платформах, чтобы вам было удобно их смотреть. И все ссылки будут в инфобоксе под этим видео. Обязательно подписывайтесь. Ну, а мы с вами тем временем открываем календарь. Они каждый год его оформляют одинаково. Это сам универмаг Херетс. И вот как будто мы зашли в универмаг. И сейчас будем открывать его окошки. 25 окошек. И как всегда, внутри лежит книжечка, которую мы не будем с вами смотреть. Потому что здесь, ну, спойлеры. В общем, здесь написано, что внутри этого календаря. Итак, тысяча, видите, я уже так готовлюсь. 1600 фунтов. 200 тысяч рублей внутри календаря. Как-то надо это осознать. Ну, и давайте начнем, конечно же, с первого номера, который должен нас приятно удивить. Итак, первый номер. Ну, если честно, действительно меня удивляет довольно сильно. Потому что это даже вроде как какая-то лимитка. Это французский бренд Valmon. И причем здесь написано, что это специальный выпуск для Херетс. Что это такое? Это Prime... Prime маска. Маска Prime в данном случае означает, что какая-то суперлюксовая. И для чего же она нужна? Кстати говоря, ошиблась немножко. Вроде не французский, а швейцарский. Швейцарский это бренд. Ой, ну здесь все сложно на самом деле. Я вот даже зашла на сайт почитать, что это такое. Это антистрессовая клеточная маска, которая увлажняет и регулирует деятельность сальных желез. Вот что нам пишут. Но самое интересное, это, конечно же, ее цена. Потому что стоит она, знаете сколько? 200 фунтов. 198 фунтов сейчас она стоит на сайте Херетс. 50 миллилитров. Ну, круто, конечно. Ну, вообще, уже почти у нас календарь отбился. Только с этой маской. Единственное, что как-то странно, что они ее даже без упаковочки положили, а просто вот, просто баночка лежит. Ну, ладно, не будем придираться, потому что, наверное, дальше как-то все еще интереснее у нас пойдет. Так, хорошо. Теперь номер второй. Супер легенький. И здесь как-то, как-то не очень. Бренд под названием Комунна внезапно. И это гель для душа. Что же это такое? А, нас даже здесь решили, значит, нам написать в толковом словаре. Значение слова Комунна. Это группа людей, которые разделяют общие интересы, мысли, ценности и, соответственно, воззрение. Вот так вот они здесь это описывают. Написано, что бренд британский. И здесь 50 миллилитров средства. Так странно? Это как будто это алюминиевая банка. Представляете? Ну, конечно, выглядит интересно. Хотя, ну, на запах такой типичный британский аромат. Все, как они любят. Травки, муравки и немножко перца. Но пока, вот знаете, как-то я пока не впечатлена вторым номером. Довольно все такое себе. Ладно, идем дальше. Я помню, что в прошлом году адвент от Херетс нам очень с вами понравился. Потому что он был какой-то вот необычный по сравнению с другими адвентами. Он был и люксовый, и в то же время он даже был какой-то слегка мрачноватый, что ли. Вы знаете, какая-то была хэллоуинская тема в этом адвенте. Интересно, как у нас сложится в этом году. Теперь номер третий. Третий номер. И здесь у нас бренд Clorance. А, ну, у них просто вот они решили без упаковок положить, наверное, чтобы снизить вес самого адвента. И, может быть, чтобы все точно влезло в эти отделения. Потому что, видите, тоже у Clorance обычно эти кремы в упаковочках в пластиковых. Точнее, не в пластиковых, а в бумажных. А здесь вот только в пластик зашит сам крем. Значит, это мультиинтенсивный крем дневной с SPF 15. И что же он делает? Это, кстати, антиэйдж серия. Полная версия 50 мл. Что-то у меня такое впечатление, что у нас какая-то будет антиэйдж тема в этом адвент-календаре. Теперь открываем четвертый номер. И в четвертом номере мы нашли L'Ore Mercier. Прозрачную пудру фиксирующую. Причем это серия Ultra Blur. По-моему, у нее есть две серии. Вот есть обычная пудра от L'Ore Mercier, фиксирующая, самая известная. А есть еще Ultra Blur, которая прям совсем выглаживает кожу. И с таким она еще легким сиянием. Вот она более новая. И здесь 6 грамм. То есть это travel формат. Это не полноразмерка, но ее действительно можно купить в магазине. Вот в такой вот небольшой версии. Ну что ж, хорошо. Уже у нас какой-то макияж. Макияжное средство в четвертом номере. Хоть и не полноразмерка. Просто недавно мы с вами открывали календарь от Space & Cut. И там такая была роскошь. Просто настолько он был поразительный. Лучше всех. Я как-то, знаете, у меня были завышенные немножко ожидания, что ли, от Hertz. Не знаю. Что-то чуть-чуть похуже все-таки. Так, следующий номер. Да ладно. Одна маска. Мне кажется, это как-то не роскошно. Ну что ж такое-то. Ну маска-то роскошная, конечно. Но одна маска в календаре, согласитесь, вот в целой ячейке, да. Это бренд 1-1-1 Skin. И мы часто его находим в разных адвентах. В общем, это бренд супердорогой. Они делают в основном всякие гидрогелевые маски, листовые маски. В смысле на тканевой основе. И они всегда прям стоят каких-то ужасных денег. Продаются они не по одной штучке. Ну хотя я не знаю, может по одной тоже продаются. Но вот именно если смотреть на сайтах, то чаще всего они продаются в упаковке там по 5 штук. И кстати говоря, они еще выпускают патчи. И косметика у них тоже есть уходовая. Ну мы с вами вот прям недавно совсем тоже находили этот бренд. Такой частый гость британских адвентов. Теперь, шестой номер. В шестом номере уже кое-что интересное. А, смотрите-ка. Это доктор Эй Джей Штурнхан. Проблема у меня с его фамилией. И мы с вами находили от него маску в календаре Калд Бьюти. Маску тоже листовую. В общем, это мягкое очищающее средство дневное. Называется Декри. Написано, кстати, что это идеальное средство для утра. Почему? Потому что здесь очень легкая пенка, которая просто удаляет вот загрязнения, которые на ночь на вашу кожу попали. И также немножко маслица удаляет тоже. И в общем, ваша кожа потом мягкая, красивая, упругая и не пересушена. Это, кстати, полноразмерка. То есть у нас тут с полноразмерками пока что все нормально. Все более-менее симпатично. Это был пятый номер. Или четвертый. Или пятый. Так, сколько у вас? Шестой, что ли, уже? Шестой. Значит, теперь седьмой. Ищем седьмой номер. Долго искала и, наконец-то, нашла. Ой, ну как-то не знаю. Бренд Клё Де По. Японский бренд. Красиво, конечно. Но маленькая версия. Но, правда, я от Клё Де По ни разу не видела, чтобы нам положили полноразмерки какие-то. Потому что бренд достаточно дорогой. Хотя, ну, с другой стороны, все-таки они тут люксовые средства нам кладут. Могли бы и побольше положить. Интересно, кстати, что они в стекле всегда. У них эти миниатюры. Здесь 7 миллилитров. Это сыворотка, кстати говоря. И еще хочу сказать, что Клё Де По это бренд компании Шесейда. Я вам... Недавно мы открывали календарь Шесейда. И рассказывала, что компания Шесейда, она вообще очень большая. Сама по себе. Они выпускают огромное количество косметики бюджетной. У них масса вообще брендов бюджетных. Выпускают, ну, понятно, Шесейда. Самый их знаменитый бренд. Одноименный. Но также у них еще есть бренды выше уровня. Вот, например, Клё Де По. Но у нас он тоже активно представлен. Поэтому это не какая-то диковинка для нас. В общем, здесь сыворотка, которая делает кожу какой-то там очень сияющей. Я помню, что мы с вами ее уже находили, по-моему, в прошлом году. Чуть ли не в этом же адвенте. И что-то как-то мне не вспоминается, что она была, ну, настолько просто неимоверно хороша. Тем временем мы открываем восьмой номер. И находим бренд под названием Флорайку. Вроде это бренд, который вдохновлен. Он вообще французский, но он вдохновлен Японией. В общем, что здесь пишут? Так, что-то здесь очень-очень романтическое. Что, в общем, этот аромат, он вам поможет почувствовать свою женственность. И поэтому здесь у нас вот губки всякие нарисованы. И называется сам аромат And Your Lips. То есть и твои губы. И что же здесь в составе? Здесь жажаба. Также еще турецкая роза. И белый мускус. В общем, некий очень женственный, интересный аромат. Кстати говоря, какой здесь объем? Какой? Где это написано? Но я думаю, что здесь стандартно. 10 миллилитров, скорее всего. Да, 10 миллилитров. Разглядела. Это как раз уже вот то, что можно купить обычно. То есть такая travel версия. Давайте попробуем. Симпатичный аромат. Знаете, на что похож? Помните, когда-то у бренда Estee Lauder был аромат Pleasures Delights, по-моему. Или Pleasures Delight. В общем, он был очень такой цветочный. Прям яркий, оригинальный Pleasures. И потом, когда вышла эта версия Delight, еще его рекламировала Гвинет Пелтро. Были такие рекламные плакаты, где она, по-моему, на велосипеде, в окружении каких-то розовых цветов. И, в общем, они добавили в него больше сладости. Вот это что-то примерно то же самое. Очень яркий аромат белого мускуса. Такой прям вот аромат белых цветов. И плюс еще немножко что-то такое сладенькое. Я вообще не поклонница вот именно таких ароматов, когда этот цветочный аккорд, он вот просто сшибает с ног. Но здесь симпатично. Симпатично с ним. Главное не переборщить, потому что он очень такой явный. Прям достаточно навязчиво может быть. Так, теперь девятый номер. Да что ж такое-то у нас тут? Да что ж за миниатюры? 250 фунтов стоит Advent все-таки. У нас тут сплошные какие-то мини-версии пошли. Бренд под названием You Beauty. И это концентрат для глаз. Причем почему-то написано для лица. Сначала написано для глаз, потом для лица. 5 миллилитров. Что же делает этот концентрат? А, ну понятно. Значит, здесь в составе жемчужная, не жемчужная, бриллиантовая пудра. И также уже бета-глюкан, глютатион. В общем, некоторые другие компоненты тоже есть. Видимо, за бриллиантовую пудру решили взять много денег. 5 миллилитров. Ну, конечно, как-то я бы не сказала, что выглядит очень здорово. Еще она такая просто в пластике. Ну, как-то несерьезно. Не очень-то и люксово. Так, теперь это был 9 номер. Теперь номер 10. Открываем. И что же, что же здесь? А здесь у нас наш старый знакомец. Это исландский, вроде мы выяснили в прошлый раз, бренд под названием BioEffect. И здесь у нас сыворотка с фактором роста, насколько я помню. В общем, у нас с вами было несколько от них сывороток. Помните, недавно мы с вами находили какую-то просто супер увлажняющую сыворотку. Они у них всегда по 15 миллилитров. То есть, они прям такие небольшие. И они стоят каких-то тоже кошмарных денег. Вот есть целый сон, целая категория брендов, которые стоят просто безумных денег. Это Августинус Бадр, Доктор Барбара Штурм. Ну, можно One 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 Skin, в принципе, туда так с натяжечкой определить. И вот этот BioEffect. Ну, еще там можно, знаете, несколько брендов таких собрать, которые говорят, что у нас все молекулярное. У нас там какие-то прорывные технологии. И поэтому вся наша косметика стоит вот там по 200 фунтов за 15 миллилитров. Но на деле, вот сколько я тоже пробовала эту сыворотку, точнее не эту, а предыдущую, которую мы с вами находили, я не заметила разницы. Она просто увлажняющая. Вот как будто вы берете гиалуроновую сыворотку, наносите, и она хорошая. То есть, да, вы чувствуете увлажнение. Вы потом наносите крем, все приятно, все впиталось, все замечательно. Но никакого дальнейшего эффекта. То есть, можно купить очень бюджетную корейскую сыворотку и получите ровно, ровно такой же результат. Так, это был, по-моему, 10-й у нас номер. Что-то как-то, так, знаете, идем как-то пока. Не очень, как даже раскочегаримся. Уже пора. 11-й номер. Вот он. Ну, уже повеселее пошли дела. Потому что мы нашли масло от бренда Элемис. Причем полноформатное. 15 миллилитров это полный формат. Вроде есть побольше упаковки, но как бы это считается такой минимальный полный формат. И это масло из их серии, самый знаменитый, морской коллаген. Морское масло. Но тут, конечно, это больше масло, знаете, чем какой-то там коллаген. Потому что вы наносите, у него масляная текстура. Мне она нравится. И вообще это масло мне понравилось. Но, кстати, у них есть еще версия более, на мой взгляд, интересная. Это версия с розой. Как знаете, есть коллагеновый, например, бальзам, очищающий для лица. И вообще вот эта вся серия, ну, морской коллаген, она такая голубовато-зелененькая. А есть версия с розой. И вот, например, там гидрофильный бальзам очень сильно пахнет розой. Супер приятный аромат. И вот есть такое же масло. Ну, конечно, я не жалуюсь. Все равно интересная, хорошая вещь. И полный формат 15 миллилитров. Кстати, интересно, неужели и тут, и тут по 15? Да, кажется, что вообще разные бутылочки. Оказывается, и там, и там одинаково средство. Так что можно, наверное, взять свои слова назад. По поводу того, что здесь всего 15 миллилитров. А к чему это я? Я думаю, что роза была бы интереснее. Но, тем не менее, что получили, то получили. Так, теперь 12 номер. В 12 номере, ну, наконец-то, что-то еще для макияжа. Как-то в адвентах не очень любят класть макияжные вещи. И мы с вами находим вот такую штучку. Мы уже с вами находили. Кстати говоря, как раз в адвенте от Space NK. И это хайлайтер под названием глаз хайлайтер. Это маленькая версия, не полноразмерка. Два всего здесь грамма или миллилитра. Там, в чем они оценивают в граммах. И также еще, посмотрите. Вот это, конечно, красиво. Это румяна. Румяна это самый сейчас, мне кажется, популярный продукт. Румяна в формате жидком. Но, кстати, они положили не самый популярный цвет. Этот цвет называется абрикосовый сорбет. А самый популярный у них продается даже вот у нас во многих магазинах. Называется он морозный розовый, по-моему. Который вот где-то в соцсетях вообще там приобрел большую популярность. Кстати говоря, у нас вот такие капельки стоят чуть ли не 6 тысяч рублей. Ну, ладно. Симпатично, по крайней мере. Эта находка была симпатичной. И, кстати говоря, мы уже на середине адвент календаря. Теперь у нас 13 номер. Да что ж такое-то? Ну, опять мини-версия. Опять мини-версия бренда Дермалоджика. Я помню, что я почему-то очень долго его называла Дерматологика. Но, знаете, это как всегда. Вот ты один раз прочитаешь название какого-то бренда. У тебя все в голове как-то совпало, что вот так он называется. И потом ты его можешь хоть всю жизнь называть именно так, как сам себе придумал. Ну, в общем, Дермалоджика бренд, который нам тут положил тонер. Это мультиактивный тонер, который и освежает, и также увлажняет кожу. И интересно, что вообще этот тонер, но его можно использовать двумя способами. Ну, хотя, что такого удивительного? Потому что любой тонер так можно использовать. Можно использовать как мист, а можно использовать как тонер. В принципе, разницы нет, да. Только, может, в способе нанесения, что мист вы распыляете. А тонер обычно все-таки либо на ватный диск вы наносите, либо точно так же распыляете, и потом просто в кожу немножко его вымассируете. Так, теперь 14 номер. Ну, наконец-то! Ну, наконец-то! Тут у нас люкс-перелюкс. Тут вообще не поспоришь. И это бренд La Mer. А конкретно полноразмерка, кстати, заметьте. Вот посмотрите. Вот я уверена, что в этом адвенте какая была история, что здесь явно Херетсу большая часть брендов свои средства дали бесплатно. Специально для этого адвент календаря. Это как с бьюти-боксами. Обычно вообще вот эта вся система бьюти-боксов, она же почему прибыльная? Потому что, ну, так скажем, организатор этих бьюти-боксов все эти средства получает бесплатно от брендов. Потому что бренды заинтересованы в том, чтобы встать в бьюти-бокс. Там и реклама получается. И вот люди попробуют ваши пробники. И, может быть, станут вашими преданными фанатами. В общем, это для всех выгодно. А, соответственно, организатор, тот, кто эти бьюти-боксы собирает и распространяет, у него тоже есть свои затраты. Ну, упаковку, например, на доставку. И вот таким способом это все и работает. Но с адвентами все-таки по-разному. Потому что понятно, что часть брендов там, ну, совсем вот, которые пожелали встать. А часть брендов все-таки хорошо, когда сам магазин или, ну, соответственно, вот какой-то бренд сам все это организовывает. И в этом случае здесь у нас такое впечатление, что очень много каких-то спонсорских товаров. Поэтому они вот в таких миниатюрных версиях. В общем, ламер. Я думаю, что вы знакомы с этой вещью. Это очень хороший блеск для губ. Это блеск для губ с небольшим холодком. Здесь чуть-чуть совсем ментольчика. И что он делает? Он хорошо увлажняет губы. Он приятно носится. У него вот этот ментоловый, очень легкий аромат. А я бы не сказала, что у него прям реально вот этот эффект. Есть плампинга. Но если есть, то больше вы его ощущаете, вы его как бы больше придумали у себя в голове. Потому что вам кажется, что ну вот чуть-чуть вот там что-то припекает. И вроде губы стали чуть-чуть побольше. Но это шикарное средство. Именно если его воспринимать больше как уход. У меня он много раз был. Он действительно классный. И здорово, что они его сюда положили. Ну, это, в общем, стоило того, чтобы открыть 14 номеров. И его в результате найти. Теперь 15 номер. Вы посмотрите-ка, у нас началось что-то уже такое. Более интересное. Со второй половины декабря. И мы находим бренд Байреда. Парфюм, между прочим. Ну, конечно, это что-то тут у нас небольшое совсем, да? Парфюм. 8 миллилитров. Называется Бомбейская роза. Нет, не Бомбейская роза. Я прочитала. Почему я прочитала Бомбейская роза? Вот я же вам сказала, да, как прочитайте, у вас это потом в голове откладывается. Хотя было совершенно неправильно. Если бы была Бомбейская роза, то было бы романтично. А здесь шум Бомбея. Ну, давайте понюхаем, чем пахнет Бомбейский шум. Ужасно просто неудачная упаковка. Там такое горлышко широкое. И я просто здесь весь стол этим Бомбейским шумом себе залила. Честно говоря, вот аромат чувствуется, с одной стороны, что это Байреда, а с другой стороны, ну, здесь специфика, понятное дело, все-таки посвящение Бомбею. И, соответственно, там что-то такое более восточное, чем обычно. Вот как описывается на официальном сайте этот аромат. Это гипнотическое изобилие ароматов, дымное звучание благовоний, теплоотлеющей древесины, свежезаваренный кофе, который доносит со стороны кофейни на колесах, расположенные у обочины дороги. А также многообразие оживленных звуков этого города. Значит, здесь полынь, также бобы тонко, кофе, лабданум, агаровое дерево и сандаловое дерево. Вот, честно говоря, если бы я прочитала где-то эту пирамиду ароматов, да, до того, как я попробовала бы этот аромат, я бы его даже пробовать, честно говоря, не стала бы. Потому что, ну, сразу понятно, что это вот максимально не мой случай. Он, конечно, да, он очень восточный, очень дымный и такой древесно-какой-то папирусный. Вот что-то, какая-то жженая травка там в этом аромате. Он тяжелый, не всем далеко понравится. Но, кстати, аромат унисекс, вроде у Байреда чуть ли не все ароматы, это аромат унисекс. Так, хорошо, как-то, знаете, тут меня захватил шум бомбея. Я немного, я немного не в себе. Немножко закружилась голова. Теперь это был вроде бы номер 16 или 15. Это был вроде 15 номер. Теперь давайте найдем номер 16. Так, что-то здесь интересное. Ой, наконец-то очередная полноразмерка. Бренд, который называется Мурат. Пару лет назад он гремел. Вообще мы его постоянно везде находили. Сейчас как-то уже немножко истерия так подуспокоилась. Бренд неплохой. Тоже он один из достаточно дорогих. Но все-таки дорогой. Но еще в рамках нормальности. Ну, он не прям вот как Барбара Штурм. Такой, более-менее. И у них самые популярные это всякие их кремы были. Ну и в общем-то до сих пор здесь у нас ночной крем с ретинолом. Вообще действительно получается немножко анти-эйдж тематика у этого адвента. Потому что пока что мы находим много продуктов, ну которые вот как раз ретиноловый ночной крем. Или дневной крем, на котором прямо написано, что это анти-эйдж. Или очень дорогая, очень дорогая маска для кожи. Что там у нас еще было? Масло, которое тоже больше подходит для кожи. Либо сухой, либо возрастной. Но я думаю, что это потому, что Хэритс все-таки это люксовый универмаг. И они хорошо знают свою аудиторию. Что, наверное, она такая, ну прямо скажем, не совсем молодежная. Теперь у нас 17 номер. Давайте поищем. Где же, где же он? Где же он? Так, вот он. И что это такое? Первый раз вижу, мне кажется, первый раз вижу этот бренд. Называется он Arveda. Французский зеленый биотех. Ах вот как открывалось-то! Красиво открывалось. Я думаю, какая-то упаковка странная порвала ее. А здесь все было вот, чтобы как-то эффектно открыть этот концентрат. И что же это такое? Это сыворотка. Сыворотка. Ну, в общем, все загадочно. Написано, что из прошлого в настоящее и в будущее мы пойдем с этой сывороткой. Сделано, кстати говоря, удивительно. Сделано в Монако. Так, что пишут? Что этот концентрат нацелен не только на защиту ваших текущих клеток кожи, но также на помощь восстановления тем, которые были ранее повреждены возрастом и загрязняющими веществами. Цель продлить молодость и жизненную силу кожи с помощью биотехнологий. И также аденозина, чтобы кожа выглядела хорошо, была здоровая и молодая. Ну, понятно, мне кажется, что это, наверное, вот как раз тот случай, когда какие-то очень дорогие сыворотки и кремы нам попадаются, о которых мы иногда даже и не слышали. Здесь 10 миллилитров. Ну, ладно. Ладно. Теперь это был 17 номер. Нам теперь нужен 18. 18. Вот он. И мы нашли бренд E-Flo. Тоже очень стандартный бренд для британских адвентов. В этот раз у нас очищающий крем для лица. Ну, у нас уже был один крем, но почему бы и нет? Почему бы второй тоже не получить? 50 миллилитров. Это, конечно, не полноразмерка, но все равно приятно. Я этот бренд, кстати, люблю. Не все средства их у меня понравились. Помните, в свое время Look Fantastic, вот их очень активно продвигали. У них были целые бьюти-боксы отдельные с этим брендом. Но я вам говорила, что мне кажется, что это вот один из их собственных брендов. Это E-Flo. И они активно тогда еще рассылали тоже блогерам его. И я помню, что я прям многое от них пробовала. Так, теперь, теперь у нас 19. 19. Из-за того, что календарь немножко такой мрачноватенький, темный, немного сложно найти нужные номера. И теперь мы с вами находим SPF от бренда Evidence de Bette. Это Anti-Age снова. Но это не просто Anti-Age крем. Это Anti-Age Sunscreen. Написано, что это некая вуаль, которая полностью защитит вашу кожу от ультрафиолета, а также еще от загрязнения от окружающей среды. И вы знаете, здесь интересно. Вот эта вот штучка стоит 84 фунта. Ну, так вот, просто пару лет назад еще фунт стоил 100 рублей. Сейчас он стоит там, наверное, где-то 120. Так что можно посчитать даже по минимуму, что это 8400 рублей. 30 миллилитров такого санскрина. Кстати говоря, вот есть целая категория тоже брендов французско-японских. И обычно они очень дорогие. Потому что, я вам как-то даже рассказывала, когда мы открывали календарь Полен-Джо, даже несколько раз, что в Японии очень много лет, даже десятилетий, было такое помешательство на французской культуре. В общем, японцам это все очень нравилось. И даже есть же вот этот синдром, который наблюдается исключительно у жителей Восточной Азии, по большей части именно у японцев, что они очень идеализируют Францию, очень идеализируют Париж. Кажется, что это вот эти все стереотипы, что это круассаны, музыка, романтика, любовь и прогулки вдоль сены. А потом они приезжают в Париж и видят, что это город со своими проблемами, что официанты бывают грубые. И в общем, не так-то там все сказочно, как вот они себе представили. И соответственно, на вот этом мифе о Париже, который, кстати, существует не только в Японии, вообще миф о Франции, который существует во многих странах, я имею в виду это миф именно коммерческий, он специально, целенаправленно создается коммерческими компаниями, брендами, которые вот себя позиционируют как французские компании, даже если они реально французские, хорошо, потому что они иногда даже не французские. Вот он существует во многих странах. И недавно даже я смотрела на ютубе один ролик девушки-француженки, которая рассказывала про вот этот миф о Франции, что он просто неимоверно классно продает. Так вот, чем завершу эту долгую историю, что в Японии очень много брендов, которые вот как раз, они как бы в Японии французские, а вот, например, во Франции они такие более японские. Ну, то есть они так играют на две аудитории. И получается, что они могут очень хорошие цены ставить на свои продукты, потому что, ну, в Японии, соответственно, любят люксовую косметику, во Франции тоже, и поэтому у них всегда все очень дорогое. Вот с таким брендом мы столкнулись сейчас. Теперь, значит, восемнадцатый номер открыли. Теперь ищем номер девятнадцатый. Девятнадцатый, девятнадцатый, вот он. Девятнадцатый тоже открывали. Как раз мы там и нашли это доказательство красоты. Так, двадцатый, и мы будем уже на финишной прямой. Двадцатый номер. В двадцатом номере кое-что приятное для макияжа, и это карандашик под названием Lip Cheat. Pillow Talk. Карандаш полноразмерный. Ну, классик от Charlotte Tilbury полноразмерный карандаш. Кстати говоря, интересно, что Charlotte Tilbury британский бренд, и довольно часто мы ее по этой причине находим в адвентах именно британских. Ну, замечательно. Нашли, наконец-то, какую-то макияжную полноразмерку. Теперь давайте откроем двадцать первый номер. Но сначала нужно его найти. Да что ж такое-то. Нашла из дома здесь малышка. Снова кое-что очень небольшое. Это бренд Hourglass, и это миниатюра туши под названием Unlocked. Эту тушь вроде сильно хвалят. Я ее, мне кажется, не пробовала. Написано, что это тушь для мгновенного наращивания ресниц. Ну-ка. Ну, выглядит ничего так. Щеточка стандартная, как у туши. Почти. Как у туши XXL от белорусского бренда. У них, правда, такая еще продолговатая. Такая еще чуть-чуть заостренная. Тут вот такая вот она. Немножко обрезанная. Но обычно такие щеточки хорошие. Хорошо, что не совсем такая пушистая. Потому что тогда бы было понятно, что, скорее всего, тушь очень объемная. И мне бы она не подошла. А здесь все-таки у меня есть шанс. Теперь 22 номер. Жалко только, что не полноразмерка. До этого нашли полную шарлотту. Большую. А тут снова у нас что-то небольшое. 22. 23. Вижу. Где же 22? Да, наконец-то. Разглядела, где он. Ай, доктор Барбара Штурм. И ее крем для лица. 20 миллилитров. Ну, ладно. Хорошо. Я помню, что я честно использовала в прошлом году вот этот крем. До конца. Я не увидела результата. Но он неплохой. Он просто вот как обычный совершенно крем, который особо ничего не делает. Просто хорошо увлажняет. Вот и все, что могу сказать про этот крем. Небось стоит вообще космических просто денег. Так, теперь нам нужен 23 номер. И мы уже почти закончили с этим адвентом. Так, 23. Вот он. И здесь, ну, наконец-то. Наконец-то у нас, знаете, в конце все как раз вот эти вот бренды и пошли. Здесь, по крайней мере, полноразмерка. 15 миллилитров. Сыворотки от доктора Августинуса Бадера. В этот раз нам, кстати говоря, досталась ретиноловая сыворотка. Я видела недавно, что этого бренда, они вообще запустили прям широкую линейку сывороток в разных своих, в разных линиях. И у них есть обычная. Мы ее с вами недавно находили. Ну, просто как бы универсальная. А есть ретиноловая. Тоже 15 миллилитров. Ну, это для них стандартный формат. У них, кстати, интересные упаковки. Здесь дырочка на дне. То есть дно вообще-то закругленное. Поскольку здесь есть дырочка, они, по идее, должны у вас стоять. Да, вот все. Можно ее действительно поставить. Но это будет непросто. Нужно вот как-то попасть в эту дырочку правильно. Ладно, если постараться, то можно ее поставить. Но мне, кстати, кажется, что упаковка интересная. Но, наверное, все-таки не самая удачная. И теперь 24 номер. У нас, кстати говоря, интересно, что 25 номеров. Почему-то поначалу мне показалось, что их всего 24. И в 24 номере интересная вещичка. По крайней мере, полноразмерная. И мы в прошлом году уже с вами это находили. Называется это ассоциация ароматерапии. В общем, что-то там такое. Это масло. Масло для душа, масло для ванной. Ну, такое универсальное масло. Да, это масло для ароматерапии. Оно как бы не для ухода за кожей. Как его использовать? На самом деле у них тут расписано, что по-разному можно, в общем, это делать. По идее, вы должны его немножко на руку выделить. То есть налить чуть-чуть этого маслица. Потом вы растираете его в руках, чтобы оно согрелось. И медленно вдыхаете этот аромат масла. А потом можете себе сделать небольшой массаж. И там в зависимости от масла, они говорят, что вот там масло утреннее вы можете вмассировать, например, в ваши запястья. Масло вечернее куда-нибудь в плечи. И они там все у них по-разному пахнут. В этот раз что нам досталось? Нам досталось масло утреннее, кстати говоря. Это хорошо, потому что в прошлом году мы нашли дважды вечернее масло. Оно, кстати, было классное. Там действительно богатые такие насыщенные ароматы. Ну, по сути, это смесь эфирных масел. И в этот раз у нас грейпфрут, розмарин, также ягоды. И все это нас хорошо пробудит по утрам. Давайте понюхаем. Но пока, честно говоря, мне сложновато уловить. У меня такое впечатление, что здесь яркий аромат лаванды. Но нет, такого быть не может. Оно же все-таки утреннее. Ну и грейпфрут вроде там тоже есть. Но вот основа вот эта горькая такая лавандовая. Как будто ощущается, наверное, наверное, когда делаешь уже там какой-то массаж. Или его вдыхаешь, вот массируешь. Может быть, там действительно уже этот аромат чувствуется наконец-то. Но пока как-то непонятно. Так, и 25 номер. Как всегда, вы смотрите в первую очередь, что там у нас в 25 номере. Так вы ничего не увидели, потому что здесь все в мешочке. Ну ладно, давайте смотрим. Смотрим снова. Похоже на помаду, да? Что это? Помада от бренда Tom Ford. Помада полноразмерная. Написано, что это матовая помада в оттенке 100. Итак, давайте посмотрим, что это за цвет такой. Сотый оттенок. Названия у него нет, просто сотый. Ну так себе, честно говоря, цвет. Он, в принципе, для осени хорошо подойдет. Коричневый. Но я знаю, что мне такие оттенки просто не очень идут. Они, честно говоря, мне накидывают сразу так лет 20. Как-то, знаете, и зубы еще желтят. Поэтому я обычно избегаю прям сильно коричневых оттенков. Но это зависит, конечно, от вашей внешности. Потому что, например, девчонкам таким более смуглым, наоборот, идут коричневые цвета. Но вот у меня как-то какое-то есть несочетание с такими темно-коричневыми оттенками. Ну ладно, давайте еще раз посмотрим, что мы там нашли. Вот наши находки из адвент-календаря. И я посчитала, что выходит по наполнению. Честно говоря, ну не то, что неожиданно, ожидаемо, потому что они примерно это и обещали. Чуть-чуть. Чуть-чуть не дотянули, потому что там на что-то была уже скидка. Обещали нам 1600 фунтов наполнения. Это 201 423 рубля. В результате по факту не дотянули совсем немножко. Получилось 1593 фунта. Это примерно 200 690 рублей. И выгода наша составляет от этого адвент-календаря 1343 фунта. И в результате это в рублях 1669 175 рублей. У меня очень неоднозначное отношение к этому адвент-календарю. Я помню, что реально в прошлом году он мне понравился намного больше. И даже интересно пересмотреть тот свой ролик и вообще вспомнить, что там было. Какие там были вообще средства. Я, кстати, его заказывала с официального сайта. Ну, многие календари я заказываю с официального сайта. Кстати, у меня в Телеграме есть подробный пост про то, как я заказываю адвент-календари. Совершенно обычными способами, которыми может воспользоваться абсолютно любой. Поэтому, если вам интересно, заходите в Телеграм. Там этот пост закреплен. Так вот. И мне казалось, вот в этом году я его когда заказывала, я его заказывала с каким-то даже трепетом. Я думала, ну какой календарь. Ну какая красота. Ну там люкс, вот этот перелюкс. На деле, что-то я смотрю. Честно говоря, мне он не особо понравился. Я думаю, я просто, наверное, не целевая аудитория этих конкретных средств. Потому что, явно, это более такой анти-эйдж. Анти-эйдж календарь. Вот для тех, кто ценит хорошие, очень дорогие анти-эйдж средства. Я не к тому, что, знаете, я вот... Мне еще очень рано пользоваться анти-эйдж средствами. Потому что, все-таки, мне 35 лет. Как бы можно уже некоторые вводить в свой уход. Но, тем не менее, вот я считаю, что многие из этих брендов, они просто очень сильно переоценены. Вот давайте мы с вами посмотрим просто на некоторые позиции. То есть, у нас такое наполнение, да, на 200 тысяч получилось. Вот просто посмотрим. 198 фунтов стоит эта маска. Так, что там меня дальше-то еще удивило. Вот эта сыворотка, это 7 миллилитров здесь. Она стоит 30 фунтов. Напоминаю, фунт там где-то примерно 120 рублей. Дальше сыворотка. Вот это вообще, конечно, шок какой-то. Это исландская сыворотка. Стоит 165 фунтов. Что там еще у нас такого особенно было привлекательного? Вот этот концентрат, знаете, тоже пробник. 10 миллилитров сколько стоит? Он стоит 135 фунтов. Ну, кошмар же вообще. Ну, что за цены-то такие? Дальше вот этот мы уже с вами говорили. Санскрин тоже 84 фунта за 30 миллилитров. Просто санскрина обыкновенного. Августинус Бадр. Стоит сыворотка 145 фунтов. Что там у нас еще? Ну, ладно, там Том Форд понятно. Везде дорого стоит 57 фунтов он стоит. Доктор Барбара Штурм. 20 миллилитров крема 70 фунтов. 70 фунтов стоит вот эта вот банка. Она просто, видите, она обычная. Обычная вот такая вот в пластике. 8 840 вот в рублях сейчас перевожу стоит вот это вот. Вот такой вот крем, который, ну, реально, он ничего особо не делает. Ну, скажем так, что, конечно, каждому свое. Но, наверное, кому-то очень нравятся эти бренды. И вообще, действительно, они работают. Вот конкретные средства работают. Но я просто считаю, это какой-то уже, это перебор прям настоящий. Вот такие цены на некоторые из этих брендов. Это просто и того не стоит. Это уже не лепится какая-то. Начинается, когда вот такой вот у вас крем. Вот столько стоит. Ну, как так? Ну, согласитесь. Поэтому вот в моих глазах немножко вот ценности этих всех средств на 200 тысяч не тянет. Напишите, пожалуйста, как вы думаете. Я считаю, что в этом году они вообще схалтурили. Именно сам Херетт схалтурил и положил не очень-то интересную подборку. Некоторые средства для губ были хорошие. То есть здесь и ламер есть, и карандашка от Шарлотты, и помада Том Форд. Ну, ладно, там оттенки всем разные идут. Поэтому, понятно, не думаю, что это самый популярный оттенок. Хотя, кто знает, кто знает. Но все остальное, ну, как-то вот, как-то так. Согласитесь. Или не согласитесь в комментариях. Я вам желаю, тем не менее, замечательного настроения. И даже если вы по какому-то поводу сегодня, например, расстроитесь, чтобы это расстройство было вот просто, знаете, как дуновение ветерка. И сразу куда-то слетело, улетело, и вы снова себя почувствовали хорошо. Спасибо вам большое. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока.